Так, ну вот. Так, ну вот. Так, ну вот. Теперь мы вдвоем с вами. Да, наверное, просто с остальными еще не успели подключиться. Ага, ну давайте подождем минутку. Ну да, да. Ну что, значит, вот я обещал что-то рассказать про полные теории, да? Ну да, немножко хотя бы. Предложение. Предложение. А выполняется вот что. А принадлежит Т или не А принадлежит Т. Ну и вот, конечно, интересно это рассматривать для непротиворечивых теорий. Поэтому вот здесь можно вот это или, да, вот я вот так сейчас давайте зачеркну его, да, и напишу вот так. Так, что вот здесь либо. Ну вот. Ну и тут, соответственно, либо. Либо это, либо это. Вот такая замена, вот то, что я красным сделал, она просто будет означать автоматически, что ты непротиворечивая. Вот и все. Вот. Потому что если теория противоречивая, тут не может быть никаких либо-либо. В этом случае и то принадлежит, и другое принадлежит. Потому что в противоречивой теории все у нас получается. Вот. Ну а если не требовать, чтобы она была непротиворечивая, тогда так, как у меня было написано. Так вот, чем интересны полные теории? Они как раз интересны вот этим вот условием. Вот. И вот смотрите, значит, что мы можем сказать. Ну вот, например, будет ли полной у нас логика предикатов, да. Логика. Ну и как, множество тавтологий, да. Множество тождественно истинных формул. Вот пусть у нас, да. А вот я напишу так. Q, C, L. Да. Это такие А, что А тождественно истинная. Вот. Будет ли вот эта вот теория полной? Она полная? Вот. Ну и ответ тут, конечно, она не полная. Логика предикатов, она не полная. Хотя бы вот почему. Ну, давайте возьмем простую формулу, да. Для любого х, P от х. Вот. Вот такая формула, она сама не принадлежит. То есть, вот этому множеству. Ее отрицание тоже не принадлежит этому множеству. Почему? А дело в том, что ни она сама, ни ее отрицания не являются тождественно истинными. Да. Вот. Возьмем в качестве P, не тождественно истинный предикат. Ну и тогда все. Формула опровергнется. Вот. Возьмем в качестве P, вот чтобы у нас вот эта формула опроверглась. Да. Тождественно истинный предикат. Тогда для любого х, P от х будет верным. А отрицание будет неверным в соответствующей модели. Ну и тем самым формула не является тождественно истиной. Вот. Поэтому вот сама логика в этом смысле не полна. Вот. То есть, она не является полной теорией. Теория равенства, например, не полна. То есть, вот если мы рассмотрим множество формул, которые только о равенстве что-то говорят. Вот. Ну давайте, да, скажем. Теория. Теория равенства. Равенство. Вот. Что это такое будет? Что это за множество формул? Это множество формул, которые содержат только равенство. Давайте я так сверху напишу. Они содержат только равенство. Что вот А тождественно истинно. Вот эта формула с равенством тождественно истинно. Но у нас только равенство есть. Больше ничего. Ну, давайте поймем, почему вот эта вот теория будет неполна. Напишем вот такую формулу, то есть возьмем, скажем, для любого x, ну, что-нибудь такое, x равно y, да, вот. Будет ли эта формула принадлежать вот этой теории? Нет, конечно. Возьмем модель, в которой два элемента эта формула опровергнется, так, дальше отрицание этой формулы. Неверно, что для любого x, x равно y. Тоже не будет принадлежать теории, то есть не принадлежит вот нашей теории, давайте я назову t, да, не принадлежит теории t. И вот эта формула, так, а тут что, ерунда написано, не принадлежит, тоже не принадлежит теории t, то есть ни та, ни другая не принадлежит. Это почему не принадлежит? Возьмем с вами вот модель, которая состоит из одного элемента. Тогда там для любого x, конечно же, x, извините, y, x, y, x равно y. И тогда что у нас с вами получается, что вот эта вот формула, она опровергается в моделях, где больше одного элемента, а вот эта формула опровергается в моделях с одним элементом. И получается, что теория равенства, она неполная. А вот если вы возьмете теорию одной модели, вот, собственно, эти теории получаются полными. То есть m это модель, и тогда вот теория этой модели, а это полная теория. Вот. И вот нам интересны как раз вот такие вот теории часто бывают, но не всегда. Почему? Ну вот почему интересно? Например, есть конкретные модели, которые вот нам важны, скажем, натуральные числа, да? Где есть равенство, где есть сложение, где есть умножение, ноль, один, может, еще какие-то константы. Вот теория такой модели нам интересна. Поэтому теория такой модели, вот, это арифметика, да? Вот. Это, ну, ТА я ее назову. Вот это истинностная арифметика. Вот. Она интересна. Мы ее изучаем, прям вот со школы, даже еще в детском садике мы ее начинаем изучать. Ну, и постоянно ею пользуемся. С другой стороны, вот, если мы рассмотрим какую-нибудь вещь, например, теория групп, да, теория групп, вот, то вот эта вот теория, она, конечно, не будет полная. Не полная. Почему? Ну, рассмотрим, например, вот такое свойство. Для любого х, у, х умножить на у равняется у умножить на х. Ну, в случае, если сложение, групповая операция, плюс надо поставить. Вот. Вот это выполняется только в коммутативных группах, да? Поэтому получается, что может ли эта формула, вот, принадлежать теории? Нет. Возьмем некоммутативную группу, и там это утверждение опровергается. С другой стороны, отрицание этого утверждения, да, неверно, что для любого х, у, х умножить на у равняется у умножить на х. Возьмем отрицание вот этого утверждения. Оно тоже не принадлежит теории групп. Почему? Потому что, если мы возьмем теперь коммутативную группу, то в коммутативной группе вот это будет верно. Давайте конкретный пример приведу, да? Вот, где вот это вот опровергается? Например, это опровергается, вот, когда мы возьмем группу подстановок на n элементах, то есть, скажем, S, N. Да, вот в группе подстановок на n элементах это неверно. Где еще это неверно? Например, в группе ортогональных матриц, то есть, где нету коммутативности. Вот это где верно? Ну, возьмите какую-нибудь коммутативную группу по умножению, ну, например, множество положительных действительных чисел. Ну, и действительных чисел без нуля, да? Тогда что получается? Там как раз верна коммутативность, поэтому отрицание коммутативности там неверно. И поэтому получается теория групп неполная. Вот пример формулы, что ни она, ни ее отрицание не принадлежит теории групп. Интересны на самом деле и те теории, и другие. Но очень часто интересны полные теории, теории одной модели. Вот они позволяют ответить внутри себя, внутри этой теории, на вопрос о справедливости с точки этой теории любого предложения. Вот какое бы вы ни сказали. Потому что или оно, или его отрицание там нет. Другое дело, что этот ответ может быть не алгоритмичным. То есть, ответ с точки зрения теории. Может при этом не быть алгоритма, который вот этот ответ находит. То есть, способу может и не быть. Вот примерно такая там история. Ну, это если коротко. Так, ну вот тут есть ли вопросы ко мне какие-то по вот этой части? Тема-то богата. Поэтому вполне возможно, что вы с этим так или иначе сталкивались. Ну, тогда дальше двигаемся. Что у нас дальше? Так. А дальше я переключусь на задание. Так, мы остановились. Да, вот на задаче. Задача 3 мы решили. Да, и на этом дело закончилось. Дальше у нас задача 4. Вот смотрите, какая интересная задачка. Здесь нужно небольшое пояснение. Значит, нужно доказать. Задача 4. Нужно доказать вот какую штуку. Что элементарная теория множества действительных чисел с умножением и сложением не равна элементарной теории множества рациональных чисел Правильно, пишут со сложением и умножением. Умножением и сложением. Ну, конечно, здесь имеются в виду теории, в которых есть равенство. Поэтому я вот место оставил. Я сюда пишу еще значок равенства. Почему? Ну, дело в том, что если нету никакого отношения вообще, то нам не написать ни одного предложения в этой теории. То есть термы мы построим, выражения построим, но отношения между ними установить не сможем, и ни одной формулы не получится. Поэтому, когда формулируют теории и указывают только функции, которые есть, там предполагается всегда, что есть равенство. И равенство обычно в таких задачах просто не пишут. То есть считается, что в этом случае равенство есть. Ну, вот я не стал менять задачу, оставил, как она была сформулирована у Льва Дмитриевича. Ну, вот это повод сказать, что если будете такие задачи встречать, иногда равенство просто явно не указывают. То есть, конечно же, когда есть теория про функции, мы должны их сравнивать, должны сравнивать результаты, должны уметь писать, что чему равно. Ну, и вот задача такая, доказать, что вот эти две теории не равны. То есть нужно найти такое предложение, которое бы в одной теории выполнялось, а в другой теории не выполнялось. Чем отличаются действительные числа от рациональных? Что тут можно сказать? Там есть иррациональные. Там есть иррациональные числа, правильно? Ну да, можно написать что-нибудь типа, если х умножить на х входит в R, то х тоже входит в R, и это будет верно для... Да, это так. А вот если... Это будет верно для R, а для Q неверно. Да, да, это действительно так. Вопрос теперь, как написать какую-то формулу, которая это нам дает? Ну, надо написать, что для любого... А как нам вот обозначить R и Q вместе? Никак. Никак. В том-то все и дело, что у нас что есть? Давайте вот поймем, что есть. У нас есть вот такой язык, который содержит X, Y, Z и так далее. Что он еще содержит? Конъюнкцию, дизюнкцию, импликацию, константу ложную. Если хотите, отрицание можно написать сюда. Да, они выражаются. Он еще содержит квантеры для любого. Y для любого. Y там и так далее. Существует X, существует... Да, я понимаю. И еще он содержит вот что. Он содержит вот такую штучку, он содержит вот такую штучку и вот такую. И вот смотрите, здесь нет ни R, ни Q, вообще ничего. Да, я поняла, как это написать. Нужно сказать, что X найдется Y такой, что Y умножить на Y равно X. Для любого X существует такой Y. Но это неправда. Это неправда. Давайте напишем Y умножить на Y умножить на Y, чтобы у нас были кубы. Кубический корень, наверное, из всего должен найтись. Да. Значит, вот такая форма. То есть, по сути, написано следующее уравнение. Y в кубе равняется X. При этом X у нас произвольная, а Y надо найти. То есть, по сути, то, что сейчас написано, это написано следующее. Найдите такой Y, который в кубе дает X. Так ли? Ну и смотрите, что мы можем сказать. Вот давайте я вот эту теорию первую. А, ну, у нас модели есть. Вот у нас есть модель первая. Это что такое? Это R. Умножить, плюс, равно. А вторая модель, это то же самое, но для куб. Что мы можем сказать про вот эту формулу А в модели М1? Будет она там истинна или нет? И в модели М2. Ну, в модели М1 будет, а в М2 не будет. Почему? Ну, давайте. В модели М1 что получается? В качестве Y нужно что взять? Вот если мы берем X, тогда в качестве Y что нужно взять? Корень третьей степени Y. Корень третьей степени Y. Из действительного числа всегда можно извлечь корень третьей степени. Правда? И он будет единственным. Вот. Ну, почему это так? Как у нас устроен график корня третьей степени? Я эти прямые оси нарисую, да? То вот, ну, давайте другим цветом. Красный, например. У нас будет вот эту вот кубическую параболу, ее надо положить. Здесь она вот так пойдет, а здесь она вот так пойдет. Правильно? И у вас получается, что вот если вот это вот у вас X, вот эта ось Y, то по любому X вы найдете соответствующий Y, и он будет единственным. Правильно? Поэтому вот эта формула действительно верна во множестве действительных числа. А во множестве рациональных почему она не верна? Потому что корень третьей степени может быть и рациональный. Да, значит, надо пример привести. Возьмем, например, Y равно 2. Сколько? Ну, 2, не знаю. 2. Вот если мы 8 возьмем, да? Вот смотрите. Если X возьмем 8, то, конечно, отсюда получится Y равно 2. Все нормально. А вот если X возьмем 2, да, то тогда какое взять Y? Непонятно. То есть надо корень третьей степени из 2 брать. Но корень третьей степени из 2 – это число иррациональное. То есть оно вот в это множество не попадает. Поэтому формула действительно вот это вот опровергает. Так? Ну, замечательно. И смотрите, вы даже больше доказали. Нам вот это вот плюс даже не понадобилось ни разу. То есть теории различают даже уже в их фрагментах, где только умножение используются. Согласны? Так что вы доказали более сильное утверждение, которое состоит в том, что теории различны. Причем даже если у вас нету сложения. Даже в этом случае не разумеется. Так. Ну, тут понятно все. Да. Наверное, перелистнуть, да? Нет, ни у кого вопрос. Ну, тогда перелистываю. Так. Теперь следующая задача, которую у нас есть. Докажите, что всякая непротиворечивая теория имеет полное расширение той же сигнатуры. Причем полное расширение S. И вот стопор, вот этот значочек, да? Он означает, что S у нас выводим от S. Ну, то есть, по сути, разговор о том, что у нас расширение. Давайте я это запишу. Нужно доказать, что если ты непротиворечивая теория, непротиворечивая теория, то, что у нас получается? Существует полная теория, да? Теория S какая? Такая что? Давайте я напишу. Такая что? Ну, и что тоже самое, и в S выводим от S. Если мы, если ты содержится в S, ну, конечно, из S выводим. Вот как такое можно доказать? Я напомню, значит, там такая есть вначале, такое замечание, что можно пользоваться теоремой о полноте, теоремой компактности. Вот эти все замечания можно пользоваться. Продолжение следует... Есть модель, правильно? Продолжение следует... Любая непротиворечивая теория имеет модель. То есть непротиворечивость и наличие модели – это одно и то же. Это очень важное достижение, потому что вот интересны те теории, которые имеют модель, которые что-то действительно содержательно изучают. И вот оказывается, это в точности непротиворечивые теории, то есть которых нельзя противоречить. Вот, значит, имеется модель, а теперь давайте смынать полная теория. Мы сегодня задача решать, да, когда у нас теория полная. Мы хотим получить S. Это полная теория, да? Давайте я другой буквой обозначу. Например, U. Это полная теория. Полная теория. Это когда? В смысле, то, что мы... То, что мы сегодня решили, да. Ничего. Мы доказали задачу про то, что... Да, да, да. Такая, что T равно TH от M? Да. Значит, только у нас не T, у нас U, да? TH от M. Давайте я напишу от M' для некоторой M'. Чтобы не путать вот с той моделью. Ну, и вот у нас есть вот это, есть вот это, а мы хотим S получить. То есть нам вот это S надо как-то определить. ТТС надо определить каким-то вот таким образом, верно? Да. То есть нам нужно писать, что это TH от чего-то? От чего-то, да. То есть это TH от чего-то. Ну, еще от какой-то M. А у нас только вот это есть. TH не крутил речивая, значит, у нее есть модель, правильно? Мы ее назвали M. Ну, мы же не знаем, что M будет моделью для S. А мы и S не знаем, что такое. Нам нужно доказать, что такая теория S существует. Нам ее еще надо... А, ну, хорошо. То есть мы хотим просто взять те чат M, S, которые у нас в условии задачи. Вот давайте, да. Вот так, если мы возьмем. Получается нужная теория или нет? Значит, смотрите. Она полная. S будет полная. Ну, да. Да, все, знак вопроса снимает. Дальше. Теория T содержится в S? Да, потому что у нас в модели M истинно T, но вполне возможно еще что-то истинное. И вот всего, что M истинно, мы назвали S, правильно? То есть, по крайней мере, уж T точно мы взяли, правильно? Мы взяли множество всех истинных формул. Я напомню, что это такое. Это множество всех предложений, которые истинны в модели M. T у нас истинно в модели M, поэтому уж T мы сюда точно взяли. Поэтому здесь тоже знак вопроса можно снять. То есть, это у нас тоже получается. А что, по-моему, все, задача решения. Нет? Понятно ли это, что все решение задачи получено? Ну, вроде да. Вроде да. Ну, вот мы, конечно, решили эту задачу с использованием теоремы о полноте. И мы пользовались тем, что если теория не противоречивая, то она имеет модель. Но вообще говоря, вот это можно доказать как раз по-другому доказав, что каждая теория содержится полной. В некоторой полной теории. Вот если это доказать, то дальше можно использовать то, что полная теория, она как раз и является теорией некоторой модели. И вот за счет этого можно доказать теорему о полноте. То есть, можно обратно все приводить. Тут мы теорему о полноте использовали, чтобы доказать это утверждение. Вот можно сделать наоборот. Ну, у нас с вами не было на лекции доказательства теоремы о полноте. Я его не приводил. Это некая долгая техническая история. У нас не так много занятий. Ну, вот, тем не менее. По крайней мере, в задаче мы увидели, как это получается. Так, дальше. Дальше у нас задача. Шестая. Пусть у нас формула имеет вид вот какой. В начале квантеры существования, а потом стоит бесквантерная форма. То есть, все квантеры в начале, это квантеры существования. Докажите, что если эта формула выполнима, то она имеет конечную модель мощности не выше M. Так, вот у нас B. Это вот такая формула. А бесквантерная. Бесквантерная. Так. Что нужно доказать? Что если B выполнимая, то тогда существует модель M равная D. Ну и там. Дальше как-то интерпретируется буква N. Что так есть интерпретация. Такая, что в модели M истинно B. То есть, она продолжает, B продолжает выполняться. А вот элементов во множестве D не больше, чем M. То есть, получается, формула выполняется в некоторой конечной модели, причем мы заранее знаем, что число элементов там не больше. M истинно B. А, что такое? это формула такая вот она состоит то есть какие тут у нас есть аргументы то есть мы вот эти иксы и подставили вместо каких-то свободных перемен и может быть еще там чего а какое-то вместо них мы ничего этого формула ой я плохо написал эта формула конечно же мы еще ничего не подставили а вот формулу b когда это вот существует икс на вот это мы уже поставили то есть мы написали а дальше делали вот такой ну а дальше у нас ну а что означает что эта формула выполняется в какой-то модель когда у нас формула истинного модель когда вместо вот этих вот можно подставлять любые значения если у нас какой-то модель и штрифт и на бэр вместо вот этих мы можем любые значения поставить а вместо вот этих существует такие что модели тут надо вместо x1 соответствующим ну а вот это остается мы вопрос теперь такой как нам определить модель мы знаем это вот а нам нужно определить вопрос что взять в качестве д ? ? ? ? ? ? ? ? ? Хочется сказать, что С1 возьмем. Все предикатные буквы сохраним их истинность. Какая была, такая и будет. Ну и тогда что получается? Если мы все осталось, то есть интерпретацию просто сохраним. То есть интерпретация это будет что? Вот та интерпретация, которая была вот здесь в модели М' мы ее просто ограничим на вот это новое наше множество d. То есть все будем интерпретировать так. Тогда смотрите, если вот эта формула была справедлива при любых а, она же в частности была справедлива при а вот из этого множества. Тогда мы получим, что в модели М вот эта формула А, которую мы будем интерпретировать, как и интерпретировали. А А будем интерпретировать произвольно. То есть вместо них все что угодно будем составлять. Формула останется истиной. Почему? Если бы это было не так, то есть если бы мы нашли бы среди вот этих c что-то, что сюда можно подставить, чтобы формула опроверглась, мы бы ее здесь опровергли, поставили бы то же самое и опровергли бы. А это не получается. Значит формула истинна, правильно? Значит можем мы теперь вот по вот этим вот элементам навесить квантеросуществование. То есть они же существуют тем самым. И отсюда, ну вот не наверху, если написать, все заследует, что В будет истинна В. Значит у нас что получилось? Я сейчас подчеркну. У нас получилось что? Существуют такие элементы, ну мы их брали в D' но теперь они у нас в D, правильно? Что в N истинна, A на этих элементах и любых произвольных остальных. Непонятно. Вот смотрите, как была устроена формула В. Существуют такие X, которые будучи подставленными вместо вот этих A, дают нам истинную формулу вот этого A. Вот оно что, вот откуда взялась вот эта D. Смотрите, мы их подставили, вот эти C, вместо первых A и получилась формула истинная. Теперь что здесь получилось? В M уже истинна вот такая формула, при этом вот эти конкретные, а вместо вот этих A можно подставлять вообще любыми. Будет ли отсюда следовать, вот что я красным напишу, что в модели N истинно следующее, существует X1, существует XN такое, что A вот от этого самого, что вместо A1 нужно поставить X1, ну и так далее. То есть вот то, что написано здесь. Будет это отсюда? Да, наверное. Конечно, вместо, почему существуют X1 и XN? Нужно вместо них взять вот эти C. Да, значит, существует. Мы можем указать, что вместо них поставить. Ну да. Поставить надо, вот эти самые C надо поставить. Значит, формула получается вот эта истинна, так ли? Да. Такая формула 6B. Да, смотрите, вот написано. Давайте еще раз пройдемся. Вот у нас есть формула, которая начинается с квантера существования. А вот эта бесквантерна, тут не надо больше ничего выбирать. Здесь уже сделано, так ли? Тогда что получается? Вот мы можем указать такие элементы во множестве D' их, если формула истинна, вот которые нужно поставить вот сюда, чтобы получилась истинная форма. Вот мы их поставим. Теперь мы говорим. А вот теперь мы только их и оставим. И другие братья. Так. Что в этом случае получится? Ну, как формула была истинная, так она и останется. Потому что нам внутри других элементов выбирать не требуется. Она квантеров больше не содержит. Вот. Поэтому получается, что вот эта вот формула продолжит быть истинной, лишь бы было что поставить вот сюда. А мы все эти элементы, вот мы их сохранили. Вот мы все это множество сохранили, которое вот сюда. Вместо этих можно было подставлять все, что угодно. То, что было в Dash Trif. Вот. А у нас множество, ну разве что уменьшилось. То есть, если все можно было подставлять, то вот любую часть тоже можно подставлять. Так? Ну или от противного. Если бы вот эта формула опроверглась, она бы опроверглась на каких-то элементах, подставленных вместо вот этих вот A. Ну давайте мы их здесь тоже подставим, она тоже опроверглась. Ну следовательно, она истинна, так? Ну а теперь мы посмотрим, что значит, что она истинна. Вот мы вместо первых вот этих элементов поставили вполне конкретные вот эти цены. Тем самым они существуют. Да. Ну вот это и мы написали. Угу. И вот то, что вот здесь получилось, это формула истинна. Вот истинна уже теперь вот модели, где только N и M. Так? Теперь смотрим на эту формулу, которую мы написали. Это в точности формула B. Ну значит, модель M и стена формулу B. Да? Модель M содержит не больше, чем N элементов. Мне истинна формула B, а нам это нужно было доказать. Да. Значит, доказали. Да. Значит, получили. Почему меньше или равно, чем N элементов? Дело в том, что вот эти цены, никто не говорил, что они различны. Тут некоторые могут быть одинаковыми. Понятно, да? Вот. Ну давайте я пример какой-то приведу. Может быть станет понятно, как это происходит. Вот смотрите. Вот. Возьму какую-нибудь простую формулу. Да? Существует X1, существует X2, например, так, что X1 не равно X2. Правильно? А в качестве модели возьму вот какую модель. Это множество натуральных чисел с отношением равных. Верно? Угу. Конечно же, вот если вот это у нас формула B, так, а вот это вот наша формула A, то тогда что у нас получается? У нас вот в этой модели M формула B, конечно же, есть. Так? Ну только это у нас вот была M'. Вот в этой модели M' формула B здесь. Ну а теперь давайте посмотрим, что значит, что они существуют. Это значит, что мы вместо X1 можем что-то поставить. Вместо X2 можем что-то поставить. И будет неверно, да? Ну что мы должны поставить? Ну, например, практически 5 и 3, да? Вот скажем 5 у нас не равно 3. И мы вот берем вот эти вот константы, подставляем и вот эта вот формула верна. Что это за формула? Это вот наша формула A, где мы вместо X1 подставили 5, так? Я подчеркну, что константы 3. А вместо X2 мы подставили константы 3, так? Согласны? И вот теперь берем новую модель. Она вот такая. Мы в качестве множества возьмем только два этих элемента. 3 и 5. Больше не собрать. Так. Ну а равенство, оно как было равенство, так и остальное. И тогда смотрите, в модели M будет опровергаться, будет не опровергаться, будет истинная формула вот эта B. Существует два разных элемента. Да. Да. А мы те же самые возьмем. Просто мы возьмем как раз те элементы, которые мы выбрали. Мы и для этого сюда отвечаем. Вот. Понятно, да? Да. Ну и все. И здесь вот в этом множестве два элемента. То есть не больше, чем два. Ну и другой пример. В качестве B возьмем вот такую формулу. Существует x1, существует x2, существует x3, да? Ну какие-нибудь вот какие. Что? x1 умножить на x2 равняется x3. К примеру, да? Вот. Тогда что у вас? Вот, например, та же модель. Натуральные числа. Да? Вот. Вот. Смотрите. Вот здесь я могу вместо всех элементов поставить, ну, например, 0 или 1. Так ведь? Вот. Вот. Ну, например, я сюда поставлю один, сюда поставлю один, и сюда поставлю один. Так? И тогда вот эту модель M можно вообще взять из одного или нет. То есть вот здесь будет просто вот это вот. Ну, примерно. Все равно и умножить надо, да? Вот. Значит, равно и умножить. Вот. И получается, смотрите, какая штука интересная, да? Что вот это вот будет нужная нам модель. Понятно, да, как все это работает? Да. Ну, вот. Ну, собственно, это пояснение к задаче. Потому что иногда абстрактно бывает не очень понятно. Вот. Что здесь важно? Здесь важно, что вначале были вот только квантеры существования. То есть что они говорят? Что есть такие элементы, на которых формулы выходят. Ну, так давайте мы только их и возьмем. Только эти. Ну, вот такая штука. Вот. А вот когда начинается чередование квантеров, да? Там для любого существует, для любого… Вот тут уже может оказаться, что так просто не выглядит. Вот. И модель может оказаться бесконечной. Ну, помните, у нас были примеры, да? Что вот были формулы, которые во всех конечных моделях истины, а в некоторой бесконечной модели опровергаются. Вот. И вот получая… А там квантеры были как раз перемешаны. И вот там как раз нужны были бесконечные модели. Чтобы там формула опровергалась в бесконечной модели. То есть ее отрицание было истинно в бесконечной модели, да? Вот там была такая формула. Скажем, что вот в М истинно… Ну, отрицание. Там была некая формула А. М – бесконечная. Вот. Но вот эта А, она не была вот такого вида, что все квантеры – это квантеры существования, они написаны в начале. Вот. И вот там в этом случае не следует, что существует конечная модель. Вот. М штрих такая, что в М штрих и вот это вот отрицание А. Мы как раз показали, что ее там нет. И вот оказывается, что вот в некоторых особых случаях можно так делать, что все-таки конечная модель такая существует. Ну, вот не всегда. Если вот это условие не выпустим, то мы уже не знаем. Так. Ну, дальше двигаемся, да? Как, не очень устали? Устали. Устали. Устали, да? Такое тетероленькое, да, сегодня занятие получается? Да. Да. Так, что делать? Ну, давайте дальше решим. Можем крестики-нолики сыграть. Что же делать? Знаете про крестики-нолики, да? Вот если три на три. Вот. Что в этом случае, ну вот, нет выигрышной стратегии ни у одного из игроков. Но у первого игрока и у второго, то есть у обоих игроков, на самом деле, есть беспроигрышное стратегии. Да? Да. Известно, да, вот эта штука? Да. Три на три играть неинтересно. Тот, кто эту игру знает, вот, он никогда не проиграет. Вот. И крестики-нолики – это игра, которая интересна, ну вот, если у вас поле, например, бесконечное, и, например, надо не три поставить, да, там пять надо поставить в ряд, там уже интересно. Ну, а значит, мы не будем в крестики-нолики играть, раз вы это знаете, тогда, наверное, игра неинтересная, если все ходы вперед не есть. Вот. Ну, тем не менее, вот, на отвлеченные темы иногда надо поговорить, особенно если устали. Вот. Я вот сегодня пришел, но включился, когда вот на это занятие, и где-то, ну, включился на минуту раньше, чем вот вы подключились. И мне вспомнился анекдот про профессор, который читал лекцию в пустой аудитории, знаете, нет? Нет. Нет? Ну, вот, читает профессор лекцию в пустой аудитории, ну, читает, десять минут проходит, нету никого, ему как-то скучно, вот, но читает. Тут дверь открывается, и двое заходят и садятся. Вот. Он оживился, слушатели появились, продолжает читать лекцию, вот, через пять минут трое встают и выходят. Вот. Он продолжает читать лекцию, а сам про себя думает. Вот. Вот сейчас еще кто-нибудь один войдет и опять никого не будет. Вот. Я этот анекдот иногда рассказываю студентам первого курса на математическом факультете. они не смеются. Вот. Не смешной анекдот. Посмеялись. На старших курсах как-то там уже это смешно становится. Ну, вот. Это грустный анекдот. Что? Я говорю, это грустный анекдот. Грустный анекдот, грустный. Вот. У меня этот грустный анекдот случился в этом году, вот, когда я вам курс начал читать. Предложение поступило, чтобы вот я этот курс читал в записи. И, ну, вот, я так подумал, то есть, вот, читать лекцию просто в камеру, ну, это же грустно. Вот. И вот первые занятия я просто попросил своего коллегу аж из Южной Африки. Вот. Вот. И он вот подключался к этим занятиям. Мы записывали первые занятия с ним. Я ему рассказывал, но вот вы уже могли посмотреть в записи то, что получилось. Ну, вот сейчас мне, в общем-то, слушатели сразу мне сказали, что кто-то будет приходить на лекции. Ну, и я уже стал записывать лекции не так, как мы договаривались. Вот. Вот. Не где-то я буду записывать и выкладывать, а стал записывать по расписанию. Вот. Вот. Ну, вот. Еще анекдот мне нравится про математика. Вот. Вот. Про математику анекдот такой. Ну, вот. Мне его рассказали когда-то, давно-давно. Я, наверное, еще аспирантом был в Москве в Институте философии Российской Академии Наук. Вот. А там есть сектор логики. И вот, ну, время от времени, ну, довольно регулярно я там бывал в течение какого-то периода. И вот рассказали анекдот про математику. Мне очень нравится. Анекдот такой. По Нидерландам едут в Каречь три человека. Один астроном, один физик, один математик. Вот. Вот. И вот они выезжают на полянку. И им такая картина открывается. Вот зеленая лужайка. И на этой зеленой лужайке пасется черная астроном. Астроном говорит, о, да в этой стране аутики-то черные. Вот. На что физик ему говорит следующее. Знаете, коллега, я бы не спешил с такими выводами. Я бы сказал, что в этой стране существуют черные аутики. Вот. Ну и в конце математик их поправляет. Вот. Он бы сказал лишь, что в этой стране есть по крайней мере одна лужайка, на которой спасется по крайней мере одна овца, у которой по крайней мере одна сторона черных. Вот. Так что вот логика, она примерно вот об этом. То есть она довольно точно формулирует вот какие-то утверждения. Ну вот. Я, получается, отчасти отношусь вот к этим людям, которые говорят, что у овцы по крайней мере одна сторона черная. Ну вот так. А вы с каких факультетов, вот кто сейчас присутствует? ФКН. 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 Все с ФКН, да? Нет. Я с лингвистики. Я с МИЭМа. Откуда? С МИЭМа. С МИЭМа. Ага. ФКН. Ну вот. Про... Если ФКН, могу про программистов анекдоты рассказать. Вот. Мы потом задачи порешаем. Про программистов еще порешаем. Времени уже мало осталось. Времени мало. Все решаем, да? Отдохнули? Хорошо. Вот. Молодцы. Не поддаетесь на провокации. У меня в Твери студенты легче поддаются на провокации. Три анекдота они разрешают рассказать. Четвертые уже говорят, да, задачи порешают. Ну, давайте смотреть. Значит, у нас с вами вот дальше задачи идут со звездочкой, да? Ну, и вот это задачи на самом деле не все простые, но некоторые, в общем-то, несложные. Вот. Ну, и вот, чтобы показать, ну, что они несложные, давайте сейчас что-нибудь ткну пальцем просто так. Вот. У меня открыта сейчас прямо посередке девятая задача. Вот. Давайте посмотрим. Спектром формулы называем множество таких натуральных чисел, что А имеет модель мощности n, то есть у нее в модели n элементов. Ну, и вот задача А. Постройте формулу в сигнатуре с равенством, которая имеет вот какой спектр. Годятся все числа, кроме единицы и четвертой. Значит, нужно построить такую формулу, да? Вот. Что спектром вот этой формулы являются все числа, кроме единицы и четвертой. Давайте я попробую это теперь написать. Нам нужна формула А. Вот какая. Я думаю, что если в модели истинно А и m конечно, то отсюда следует, что у нас число элементов модели m, вот так это обозначено, не равно единице, не равно четвертой. И наоборот, значит, если у нас число элементов не равно единице и число элементов модели не равно четвертой, то тогда отсюда должно следовать, да, m конечно. m конечно и m конечно, отсюда должно следовать, что в модели m истинно формула А. Вот такую формулу надо написать. Ну, смотрите, это же не сложно. То есть нужно написать, используя равенство, что у нас точно не один элемент и точно не 4. Как написать, что не один элемент? Неверно, что для любых x и y, что x равно y, правильно? Это же означает, что у нас сколько-то элементов, но точно не один. Так? Да? Теперь, как написать, что их не 4? Да. Неверно, что? Тут нужно написать ровно 4 элемента, да? Ровно 4 элемента. Вот как написать вот это, что у нас? Ровно 4 элемента. И нам надо сказать, что это неверно. Нам нужно как-то написать, что существует... Да, существует вот эти, так? Типа 5 разных элементов. Да, что они не равны друг другу. То есть существует 4 не равны и 5 не может быть, так? То есть x1 не равно x2, да? Так, сейчас ровно 4 элемента. Да, то есть 4 существует, а 5 не существует, так? x2 и x1 не равно x3 и x1 не равно x4 и что еще надо написать? Что теперь для любого, наверное, x и вот так вот скобка их составить, открыть, да? Для любого x, что? x равен x1, наверное, и x равен x2, так? Да? То есть смотрите, здесь в условии прям задачи написано, какую формулу надо написать. Вот. Поэтому, несмотря на то, что задачи со звездочкой, они на самом деле там не обязательно сложные. вот. Так что вот можете посмотреть, но это уже со звездочкой, то есть это задачи совершенно необязательные. Мы с вами самые главные вещи, которые нужно было понять, поняли. вот. Вы молодцы, все это разобрали, вопросы задали хорошие. так что вот эти задачи. Так что вот эти задачи мы посмотрели. Могу я вам предложить вот эти вот задачи, оставшиеся уже на ваше усмотрение посмотреть дома? Ну и если хотите, вы всегда можете сказать, а вот там были задачи, которые мы не разобрали, давайте мы их разберем. вот. Я с удовольствием буду разбирать те задачи, которые вам интересны. принимаются? Угу. Просто если принимаются, я тогда открою седьмой файл, седьмой семинар. Давайте. Только, по-моему, его нету в папке для всех. Как нету? Есть. Вчера его, в чем довольно рано я вчера был. Наверное, мне надо обновить, сейчас я обновлю. Я могу его высветить? Да, действительно. Здесь, да? Да, нет, я открыла, да. А, не надо, да, высвечивать? Не надо. Ага, все, тогда возвращаюсь на экранчик. Так, но мне-то его надо увидеть. Так, значит, вот здесь смотрите, какая штука. Это связано с тем, что я рассказывал вот про разрешимость, про машины Тьюринга, про задачи, про всякий, в прошлый раз и вот сегодня тоже, да? Вот смотрите, определение, оно было на лекции. Множество х, да, называется разрешимым, если существует алгоритм, который вычисляет характеристическую функцию множества х. То есть существует алгоритм, который дает ответ на вопрос, принадлежит ли данный элемент множеству х. Ну и вот, чтобы понять вот это вот понятие, давайте мы посмотрим первую задачку. Тут нужно доказать, что следующее множество разрешимы. Так что такой алгоритм есть. Вот здесь не надо обращать внимание на то, что машина Тьюринга, то есть машину Тьюринга строить не надо. Содержательный алгоритм, его можно привести иногда бывает очень просто. Вот как доказать, что множество всех тождественно истинных формул классической логики высказывания разрешимы? Ну, наверное, мы можем все проверить, допустим, верить. То есть проверить что? В таблице истинности все возможные наборы? Да, ну или по таблице истинности, да. Да, или все выводы посмотреть. Иногда, извините, просто иногда звук пропадает, я не все слова бывают слышу. А это у меня плохо. А, у вас плохая связь, да? Просто я думаю, у меня может быть. Какой интернет. Ну, меня-то хорошо слышно? Да. Тоже пропадает иногда. Мне, когда, как, остальным, наверное, хорошо. Когда-то, ну, то есть действительно со связью, да? Понятно. Вот. Ну, если что, если чувствуете что-то важное, пропустили, говорите вечером. Вот. Да. Значит, таблицу истинности построить и таблица истинности все нам даст. Смотрите, если мы на выполнимые заменим формулы, да? Тот же алгоритм сработает? Вторая задача, да? А я слышу, что такое выполнимая формула? Ага. Выполнимая формула – это та, которая принимает хотя бы в одном случае значение один. Дайте я все-таки перекликнусь на страницу. Ага. Ну, да. Можно также тоже по таблице посмотреть. Конечно. То есть вот выполнимая формула, вот эту выполнимость, ее можно проверить по таблице. Если в таблице есть хотя бы одно значение один. Вот. Но здесь вот алгоритм есть, но реально применить его бывает нельзя. То есть здесь вот вопрос принципиального наличия алгоритма. Потому что если у вас у формул 100 переменных или больше, никакого времени для современных компьютеров не хватит, чтобы эту задачу вот уверенно решить. Вот. Поэтому здесь разговор о принципиальном существовании такого алгоритма. Ну, с машинниками. Так. Дальше. А вот смотрите, третья такая задача. Множество пар формул, в которых первая равносильно второй. То есть другими словами, разрешимо ли отношение равносильности? То есть равносильно это имеют одинаковые таблицы истинности. Да. Ну, так-то тоже можно все проверить. Конечно. То есть таблицу истинности построить, правильно? И для той, и для другой. То есть здесь две таблицы можно построить. Вот. Вот. Да. Или одну таблицу, но для эквивалентности вот этих формул. Можно так, можно так. Ну и четвертое, наверное, там что-нибудь аналогичное. Тут дополнительное условие, что одна из формул находится в ДНС. Можно вопрос? Да. Третий пункт является перечислимым или нет? Третий пункт. Является. Третий пункт вот в первой задаче, да? Да, да, да. В первой задаче. Является перечислимым. А какой алгоритм? Ну, давайте сообразим, какой алгоритм. Значит, множество вот этих вот пар, да? Есть ли у нас алгоритм, который перечисляет вообще все пары формул? Ну, можно такой сделать. Можно такой. То есть, вот этот момент понятен, что есть алгоритм, который перечисляет все пары формул, так? Ну да. Теперь делаем следующее. Запускаем этот алгоритм. То есть, пусть он нам постепенно перечисляет все пары формул. И для каждой пары формул проверяем следующее. Правда ли, что у нас первая формула равносильно второй, так? А, ну, вообще, на самом деле, не очень понятно, как сгенерируют все формулы. А, как сгенерировать все формулы. Смотрите. Это тоже у нас есть такой алгоритм. Вот есть ли у нас алгоритм, который последовательно перечисляет вообще все слова? Ну, есть, наверное, да. По алфавиту. Сначала перечисляем все слова по одной букве. Да, да, понятно. Вот. И теперь смотрите. Некоторые слова являются формулами, некоторые не являются. Поэтому начинаем перечислять все слова, но на каждом слове проверяем, это формула или не формула. Это при помощи, я не помню, что-то типа польской нотации или нет? Например. Например. Но это не обязательно. Можно и при помощи обычной нотации. Формула. Ведь проверить, что у нас формула несложно. Да. Там что должно быть? Она должна быть или конъюнкцией, или дизъюнкцией, или инфликацией, или отрицанием формулы. То есть это рекурсивный алгоритм, который просто находит главную связку. Так? Понятно. И потом сам к себе обращается с частями вот этого слова, проверить, что они тоже формулы. Понятно? Да. Вот. Но смотрите, этот алгоритм, вот я не говорю, что этот алгоритм претендует на оптимальный. Это принципиальный алгоритм. То есть он принципиально есть. Пользоваться им в жизни не надо. Это очень такой алгоритм, как сказать, ресурсоемный. Вот. То есть, естественно, если вы захотите реально это делать, нужно по-другому поступать. Вот формулы стоит перечислять, наверное, вот как. У вас есть определение формулы. То есть есть переменные. Это формулы. Дальше. Если вы уже какие-то формулы построили простые, то следующие формулы строятся вот как. Вы берете все их конъюнции, все их дизинции, все их компликации, все их отрицания. Вот следующий этап. Ну и так далее. То есть, наверное, вот если вам реально понадобится перечисление, надо действовать по-другому. Ну, в любом случае, принципиально понятно, что множество перечислено? Да, да, понятно. Еще можно вот как это понять. Формулы задаются, вот такая штука, как формальные грамматики. Вам известно? Боюсь, что нет. Все, тогда это снимается. Не буду. Ну, в любом случае, уже понятно. Хорошо. Так. Ну, четвертая, она такая же сложная, как третья. Давайте ко второй перейдем. Она, по крайней мере, уже более интересная такая. Смотрите. Здесь уже докажите, что какие-то множества не являются разрешимыми. Не являются. Вот. Используя теорему Чорти. Теорему Чорти, я напомню, я ее сегодня вот рассказал. А если не были, кто-то не был, если на лекции, вот не успели просто посмотреть. Теорема Чорти состоит вот в чем. Что множество тождественно истинных формул логики предикатов разрешимым не является. То есть, нет такого алгоритма, который по произвольной формуле дает ответ на вопрос. Тождественно истинна она или нет. Но формула логики предикатов. Вот то, что я предлагаю понять, как доказывать. Что множество всех тождественно ложных формул логики предикатов неразрешимо. Вот как это доказывать. Давайте я переключусь туда, где я могу писать. Вот. Итак. Вот. Если у нас есть множество Х, это множество таких А, что А тождественно истинно, это неразрешимое множество. Неразрешимое множество. А вот нужно доказать, что множество Y, это множество таких формул, что B соответственно ложных, это тоже неразрешимое множество. Вот. Вот это у нас уже есть. Это теорема Черча. Вот. А вот это нужно доказать. У них примерно одинаковое характеристическое разрешимое. я сказала. А давайте посмотрим. Вот у нас множество тех формул. Так? Вот здесь вот есть тождественно истинное. Правильно? Вот здесь вот есть тождественно ложное. Так? То есть они общего не имеют. Правильно? Дальше. Вот эти вот формулы, которые не тождественно ложные, это выполнимые формулы. Так. А вот те, которые не тождественно истинные, это формулы опровержимые. Так? Вот. А вот те, которые между ними- это получается они одновременно и выполнимые опроверживые. То есть они где-то истинные, а где-то ложные. То есть нетривиальные. Вот. И вот тождественные и истинные, тождественные и ложные Вы на самом деле правы. У них почти одинаковая характеристическая функция, но как бы это разъяснить? Потому что видно же, что они даже ничего общего не имеют. Как такие вещи доказываются? Они вообще доказываются от противного. Предположим, что y – это разрешимое множество. Что это означает? Есть такой алгоритм, который выясняет кождественную ложность. И вот теперь надо доказать, что, используя этот алгоритм, можно выяснить кождественную истину. Вот давайте. А – тождественная истинная. Вот надо бы что-то сюда вот такое вот написать, чтобы получилась тождественная ложность. Нам хочется какую-то объекцию построить между тождественной истинной. Да, да, да. Молодец, правильно. Вот что можно в формуле А сопоставить, тождественная истинная, чтобы получилась тождественная ложность. И наоборот. Хочется сказать не А, но я так понял, что… Молодец, не А. Да, не А. Конечно. Смотрите, если А тождественная истинная, то ее отрицание будет тождественно ложным? Да. Да. Раз А сама истина во всех моделях, да, то ее отрицание тем самым во всех моделях опровергается. Значит, она тождественно ложная. Наоборот, если отрицание формулы тождественно ложная, то есть отрицание формулы опровергается во всех моделях. Значит, сама формула истинная во всех моделях, так и то есть отрицание. Ну, согласны? Получается ли? Да. А теперь смотрите, мы предположили, что вот эту задачу, вот эту вот, мы умеем решать. То есть у нас есть алгоритм решения вот этой задачи. Так? Так, теперь построить алгоритм решения вот этой задачи. Нужно по формуле построить ее. Отрицание, так? Точно так же. Да, и проверить. Только для... Да, если этот алгоритм скажется... Отрицание проверяем решение. Конечно, конечно. Если алгоритм скажет, что формула тождественно ложная, значит, исходная была вот здесь, тождественная и истинная. И наоборот. Тождественная истинная. Ну и что получается? Противоритие? Ну да. А можно вопрос? Конечно. Так, что-то звук пропал, похоже. Можно вопрос? Ага. Если действие... Почему мы здесь не можем действовать так? Так же, как в первой задаче, сказать, что мы можем перечислить все тождественно истинных или ложных. А мы их можем перечислить. Все тождественно истинные мы можем перечислить. Но дело в том, что если у нас множество х перечислимо, то отсюда не следует, что х разрешимо. И отсюда не следует, что х неразрешимо. И поэтому получается, что вот если мы перечислить... Нет, я имею в виду в плане перечислить и проверить. То есть, по сути, сделай то же самое. Ну, а что мы делали в прошлой задаче? Ну, а что мы делали в прошлой задаче? Мы... Так, это... А, у нас тут логика предикатов, а там... А, вот в прошлой смысле в логике высказываний, да. Там, понимаете, там очень важная штука, что таблица истинности... Таблица истинности, конечно. Да, 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 все. Вот, конечно. И мы знаем заранее, что нам достаточно в степени наборов просмотреть. Да, 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 я поняла. Я просто не заметила, что тут другая логика. Да, 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 здесь логика предикатов. Так. Ну, вот поняли, да, как вот эта задачка решается? Да. Так, ну вот у нас, у меня часы показывают, что мы две минуты с вами уже... Заняли от... Как это? От переменки или от чего? Ну, смотрите, если вот хотите, мы можем еще задачу посмотреть. Если хотите, можем на этом остановиться, через неделю посмотреть. Вот. Ну, по регламенту все у нас закончилось, поэтому вот если пожеланий нет, посмотрите еще. Давайте на этом остановимся. Если есть, просто скажите и посмотрим. А домашнее задание? Значит, домашнее задание, смотрите как. Там домашнее задание есть, вот в этом файле. Но, в общем-то, дайте я сейчас переключить на него. Оно есть, но с домашним заданием вот какая история. Я предложил это преподавателям вот так сделать. Вот и вам сейчас скажу, кто ведет семинары. Но мне никто возражения никакого не сказал. Вот это домашнее задание я предложил считать факультативным. Дело в том, что оно не по логике. Оно по теории алгоритмов. Вот это домашнее задание. Поэтому, если вот кто-то это домашнее задание не сделает, никакого минуса не будет. А вот если кто-то сделает, оно просто пойдет как дополнительный бонус. То есть, если по другим домашним задачам, ну, скажем, будет какой-то там недобор, вот за счет этого домашнего задания можно его восстановить. Вот такая штука. Значит, как его решить? Ну, по большому счету, вот материалы, которые есть на лекции, достаточно. Того, что вы знаете про алгоритмы, про логику предикатов, достаточно, чтобы решить обе задачи. Но, конечно, если вы опыт некоторый получите, предварительно понятно, опыт будет больше. Может быть, решить будет проще. Тем не менее, вот можно. И что касается дедлайна, если вы... Ну, он, как и на все другие задания, не обязательно сдавать задачу через неделю. Можно сдавать там позже. Так что, если хотите, можете дождаться следующего занятия. Мы задачки посмотрим, которые тут есть. И потом уже вот решить эти домашние задания. Так. Вот получили ли вы на свой вопрос? Вот, не слышу ничего. Ответил ли я на вопрос? Да, спасибо. Ага. Ну, годится так? Принимается? Такое время. Ну, тогда получается, вот, сегодня все. Ну, или, может, еще есть вопросы, или хотите еще задачу разобрать, скажите тогда. Ну, тогда... У меня такой плохой интернет, что я ничего не слышу. Ничего не слышите, да? Так, сейчас попробую в чат написать. В чат есть. Вот. Давайте. Я немного слышу иногда. А, немного иногда слышите. Ну, вот сейчас слышно меня. Давайте я в чат напишу и скажу. Я предлагаю закончить. Вот. Хорошо. Ага. Но если есть вопросы, то можете их задать. Ну, все, тогда вот, если вопросов нет, тогда на этом сегодня конец. Спасибо всем, кто пришел. Ну, и удачи вам. Спасибо, до свидания. До свидания. Спасибо, до свидания. Спасибо, до свидания. Спасибо.